Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 14 января По одному из календарей у славян вещая седмица По народному месяцу слову Васильев день, Старый Новый год В этот день христиане чтят память святого Василия Великого Кесарийского Святителя и архиепископа Жил в Кесарии Каппадокийской, Малая Азия, 4 век День памяти этого святого по старому летоисчислению Приходился на 1 января Приметы, обычаи и обряды с ним связанные Во многом напоминали новогодние Впрочем, Васильев день до сих пор называют Новым годом Точнее, Старым Новым годом Так же, как в старь, накрывая праздничные столы Гадая на счастье и даже калидуя Только в отличие от Рождества На Васильев вечер не столько бога славят Сколько засевальные песни поют Рассыпая у порога зерна овса, пшеницы, гречихи или ржи За что во все времена благодарные хозяева Щедро одаривали поющих Не забывая угостить их всевозможными блюдами Приготовленными заранее для праздничного стола Васильев вечер щедрый и богатый на угощение В одиночестве не принято было проводить Поэтому с особой охотой сосед к соседу шел на беседу А по дороге примечая Если луна идет на ущерб, большой воды весной не будет Полная прорубь воды и туман на этот день Предвещают большие разливы рек Небо звездисто, год ягодистый Да горох уродится Но при этом замечают Что если звезды к утру померкнут То горох не дозреет благополучно На Васильев много снега, сильный мороз Да иний на деревьях, урожаю хлебов Снег падает с самого утра Вся зима предвидится снежной Если ветер дул с востока Следовало ожидать жаркое и сухое лето Если с юга – умеренное Западный ветер обещал мокрое лето Северный – холодное, да с градом Вот так шел сосед к соседу, примечая за погодой Вдруг затягивало месяц тучами И тогда крестьянин спешил в ближайшей избе укрыться Полагая, что эта нечисть небеса занавесила Пытаясь рогатого звездного петуха похитить Быть свидетелями подобного разбоя Никому не хотелось А вслась посудачить об этом в кругу друзей Да за празднично накрытым столом В радость Утром каждый член семьи Старался встать первым И принести воды из колодца, родника или реки И умыться Кому это удавалось, тот весь год, как говорили Будет бодрым, подвижным Для новогоднего умывания Белорусы в воду клали медные или золотые монеты Чтобы весь год быть червонным и крепким Как медь и золото Серебряные монеты Чтобы иметь белое, чистое, то есть лицо А по одному из календарей у славян Вещая седьмица Начало недели, на которой принято гадать на будущее Середина календарной зимы Условное погружение мира в Навь Где пересекается прошлое и будущее Проводятся обряды гадания по погоде Птицам и зверям В эту неделю Должна уделить внимание своей духовной жизни Задуматься о предназначении И его наилучшем исполнении Традиции гадания на вещую седьмицу Своими корнями уходят в далекое прошлое Как и многие лета назад На святочной неделе Очень многие пытаются узнать свою судьбу Ведь святочные гадания Это старая традиция Которую соблюдали и наши далекие прапрародительницы И прабабушки, и бабушки, и мамы Да и по сей день девушкам очень интересно участвовать в таком таинстве Естественно, самый главный вопрос, который интересует прекрасных девиц во все времена Как сложатся отношения с возлюбленным и выйду ли я замуж? Вот некоторые из гаданий Гадания по волосам Перед тем, как приступить к гаданию Не забудьте попросить высшие силы помочь вам в этом Обращайтесь к ним как можно искренней, от души Первое гадание Расчешите перед сном волосы и положите расческу под подушку Желательно, чтобы это был деревянный гребень Приговаривая слова Суженый мой, ряженый мой, притеши мне волосы В эту ночь вам обязательно приснится ваш жених или будущий муж Второе гадание Для этого гадания на вещей седмице, святочной неделе Вам понадобится волос с головы любимого Ровно в полночь налейте в миску воду Бросьте туда по щепоте золы, соли и сахара и перемешайте Когда вода успокоится, киньте в нее волос возлюбленного и свой На следующее утро посмотрите Если волосы сплелись, значит это действительно ваш суженый А если разошлись в разные стороны, значит ваше будущее с ним под большим вопросом Вне зависимости от исхода гадания После его завершения обязательно поблагодарите высшие силы за помощь вам Здравия, радости и здравомыслия вам, славяне! Братья-месяцы 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 Продолжение следует...